Сейчас, пацаны, ну продолжим, пока я расскажу. В общем, не знаю, первый видос про женщин. Потом еще несколько видосов, которые мне просто понравились. Я вчера их так подчекал, перематывая. Все, погнали. Просмотр видосов. Кто не знает, Карен это не имя, как у нас там Карен, например. Это типа название скандальных женщин, которые любят покачать свои права. Красивые американские женщины. Заодно будем иметь представление, как общаться с полицейскими, что стоит говорить, что не стоит, как они работают. Так, погодите. Это показывать не буду, он реально сейчас с криками «открывай», выбьет дверь, блядь, в толчок, и она там будет срать. Мне нравится, как солист Ляпи Струбецкого сразу сдал толстуху. Бэм! Ну там на самом деле, на самом деле, на самом деле, она настолько в хорошей форме, что ее пузо прикрыло весь срам. Интересно, она хоть раз слышала эту фразу, она, наверное, даже не знает, что она означает. Пацаны, ее бойфренд в чате находится сейчас. Мне нравится, довольное лицо чувака, который ее держит. Блин, да что такое? Почему они встали на приказы? Этот влог толчок. С озвучкой будет хуже, ребят, я отвечаю. Лучше субтит. Не понимаю, зачем он ей объясняет, что произошло, ведь очевидно, что она бухая, просто, это просто по лицу сразу видно. С на алкашку, да. Ну, у них он какой-то гумозный, то есть сначала их заставляет там на одной ноге стоять, считать там, зад, наперед. То есть с ХЕС с АВГН даже трезвый бы не прошел, он, например, алфавита не знает. И причем все это заканчивается, чтобы дунуть в трубочку, почему бы сразу не дунуть. Она сдалась. Мне нравится, что они права Миранда на какой-то бумажке записаны, что они их запомнить не могут. Хотя там два предложения. Блин, она ей даже телефон дал, на самом деле. Так вежливо общается. Хе-хе-хе, хуенный ответ. Че мне теперь делать, в тюрьме сидеть? Ну, это ее не устраивает, блин, и я бы тоже возмутился, как бы. Ну, должен же быть какой-то выход, если ты не хочешь сидеть в тюрьме, согласитесь. Давай две бутылки Смирновой. Она еще неплохо держится, на самом деле. Я бы даже не то, что рулить не смог. Мне кажется, в машину не смог бы сесть после двух таких фунфурей. Русские виноваты. Блин, Смирнов вот это все. Путин подбросил ее, мне кажется. Ооо, это будет сложно, чувак. Сексу на сал. Сексу на сал. Блин, я, честно, мне кажется, даже сожрав всю Виагру этого мира, не стал бы нападать с какой-либо целью на эту тянь, так сказать. Я вот, знаете, от чего офигевая? Я понимаю, что она бухая, но... Затерпи, ну че там тебе дадут на 15 суток максимум, если у них такие же законы, как у нас. Да и лишение прав, скорее всего, и завтра отпустят. Но начинать кусать ментов. У нас, кстати, наверное бы, ну, типа, сказали бы, а на мать и отпустили бы. Бля, и даже наручники приходят, еще старые наручники застегивать. Но там, я уверен, в Америке это реально будет какая-нибудь угроза полицейскому. Что она его съесть пыталась. И это, кстати, вполне вероятно. Если посмотреть на ее состояние. Даже вызывает какую-то жалость, то через что прошло по этим. Полицейскому, мне кажется, он вполне может на пенсию уходить. Типа, что это была психологическая травма. Чувак просто уснул на перекрестке. Но дело не в этом. Фанате Нинтендо, судя по его внешнему виду. Я так понимаю, сейчас его тянка нападет. Такое тоже часто случается, знаете, такие. В деф встают. Удивительно, кстати, сам мужик, видите, полностью содействует. Вообще никаких проблем нет. Маме просит позвонить. Вот это настоящее джентльменское поведение. Сел и поехал. Не, тут не шмаляют. Я специально выбрал, где не шмаляют. Блин, вот это кого-то напоминает, кстати, то ли... Причем какую-то нашу звезду, что ли. Американскую пи-то Бритни Спирси. Ну, короче, они обыскивают машину. Машина оказалась ее. А за рулем был ее парень бухой. Не знаю, трезвая ли она, пока это непонятно. Но она недовольна обыском в машине. Там еще и марихуану. Самое тупое, что я видел из этой темы. Один раз на видосе копы остановили женщину. Полностью обкуренную. Она вообще даже за пальцем не могла следить. И ее спрашивают, вы курили марихуану? Она говорит, да. Она говорит, ну вы же знаете, что курить марихуану за рулем запрещено. Она говорит, ну, типа, когда я ее курила, я не была за рулем. И... Ладно, неважно. Меня это просто удивило, потому что... Блин, вот на самом деле ей просто назад в кабак уйти, но она начинает раздеваться зачем-то. У нее еще татуха во всю грудь. Удивительно, что каждый раз одну женщину задерживают пять ментов. Это прям странно. Блин, я вот представляю, что... У нас в России, попробуйте так пнуть полицейского. Ты, блядь, из обезьянника уже не уйдешь, мне кажется. Вот видите, он просто затерпел, и ему сразу, сразу отпустили. Ну ладно, вот это, по-моему... Е-мое. Это будет тяжело выдержать. Этот парень ее душила, она сказала. Там перевод неточный. Не, ну с Америкой явно что-то не так. Верим или нет ей вообще, в принципе? Мне было бы обидно, если бы меня задушили в аэропорту. Здесь надо смотреть по камерам. Может быть, но... Знаете, все мы люди, и... Когда кто-то так себя ведет, даже полицейскому, мне кажется, все меньше и меньше хочется смотреть на камеры. Я, кстати, думаю, что какое-то физическое воздействие на нее было, но все, я думаю, находящиеся в этом помещении хотели бы, чтобы ее еще сильнее отпиздили. Лишь бы она заткнулась, поэтому никто за нее никогда не впишется. Это обычная человеческая психология. Вот и Скуф, который ее пнул. Так, ну, кто живет в Испании, осторожней. Пару маргарит, в скобочках 20. И в баре было прекрасно. В баре было прекрасно, особенно с барменом. Вот бы туда вернуться от этих американ. А еще лучше в бар в Испании. Кстати, действительно, по факту он же признался, что он на нее как-то там толкнул, но его даже с самолета не сняли. Блядь, вот так вот стоишь просто. И все, блядь, в аэропарту. Никого не трогаешь, что подумаешь, когда уже наконец-то улететь-то можно будет. Их заебало это дерьмо. Нет, вряд ли, что они ее на кресло-каталку посадили, как мы Хаванского в турецком аэропорту. С бартендером надо поговорить. Не, ну бармен, конечно, в этой ситуации наверняка бы вступился за эту прекрасную женщину, с которым она пропустила 20 маргарит. Блядь, хорошо, что у наших ментов нету камер, иначе бы, блядь, пару таких видосов было бы и с моим участием. Да, может и есть, но они бутафорские, я уверен, ни на какие сервера не записываются. У нее еще и мурихуана была с собой, и еще какие-то наркотики. Это пиздец. Куда, блядь? Блин, ну следующее худая, я даже не знаю, худые обычно грустные, но мы будем решать, грустная или веселая. Я просто дальше не смотрел этот видос. Жесть, короче, чтобы вы понимали, вот эта 55-летняя женщина, жена мэра бывшего, нападала в баре на других людей. Я сначала подумал, что это, но это просто, говорит, это сука сумасшедшая. Она говорит, не говори так, а то я буду смеяться на камеру. А я на камере, это сука сумасшедшая. Бедных ментов подставляют. А вы еще говорите, что у Гилтикус не очень приятный голос. Ну это, конечно, поклёп просто на богатую, уважаемую женщину, я уверен. Эти чуваки еще более бухие, и просто им не понравилось то, что успешная женщина находится в баре вместе с ними. Я жена Тима, но я не знаю, кто такой Тима, а ты где, ты кто такой? Блин, это, кстати, довольно гмозная тема, типа. Мне кажется, здесь высунули с пальца, честно. Я сейчас на стороне этой женщины. Они все такие же, пьяные. Ну толкается, и что? Прикинь, тебе скажешь, уйти из бар. Да блин, я тоже, скорее всего, в итоге в обезьянник залечу. Типа, а что я должен ходить? Ну а что такого? Вы вообще меня знаете? Вы знаете, кто мой батя? Блин, там еще что-то типа там. На ее сторону я могу полностью встать. Она не кусается, не визжит, как свинья. Пытается что-то объяснить в силу своего состояния. Смотрите, ее кто-то поддержал. Группа поддержки появилась. Это, видимо, я бывший мэр. Стоп, она 10 долларов дает ему за то, что он ее поддержал. Это самая смешная хуйня, которую вообще может быть найти какого-то рандомного чувака, и сказать, если ты скажешь, что я нормальный, я тебе 10 баксов заплачу. Вот это финт, нахуй. Я бы такого не додумался. Блядь, не просто так, она жена бывшего мэра. То есть, понимаете, тут, блядь, сразу виден интеллектуальный уровень. Подкуп, блядь, избирателя в прямом эфире. В женатом платье мужик? Да нет, мне кажется, это Тиан с прокурин голосом. Да и какая разница? Если он выглядит как Тиан, то, значит, Тиан. Сдэй, сюрпризы, тем и хороши, что они неожиданны. Но все, женщины сознания потеряли, они добились своего. Это, кстати, моя тактика. Я всегда вам говорил, если вас ведут куда-то, куда вам не хочется, сделайте вид, что вы не умеете ходить. Начинается. Да шо ж такое-то? Пожалуйста, идите. Нет, зачем? Ну, а действительно? Блин. Я, если бы знал Тима, я бы его жену не посадил, мне кажется. Вот так вот. Какие-то отношения такие? Мне кажется, наши менты более человечные. Ну, это зависит от настроения. То есть, ну, как 50 на 50. Я несколько раз бывал в таком состоянии и тоже, ну, общался с нарядом. Кому-то просто лень тебя будет тащить, они скажут, пиздуй домой, блядь. А кому-то, может, и не лень, и тебя реально в обезьянник отвезут ночевать. Тут всегда как бы, ну, монетка какая-то. Но жену бывшего мира, я думаю, у нас бы никто в обезьянник не забрал вообще ни при каких обстоятельствах. Или я-то говорил, надо обосраться в штаны. В данном случае это вряд ли будет бонусом. Обосраться в штаны надо, если вас забирают в армию. А если вас забирают в ментовку, то это будет только минус. С другой стороны, вас особо трогать не будут. И в отделении вообще. То есть, надо думать, короче. Обосраться или не обосраться, отличное дело каждого. То есть, думайте. Вот, что-то опять в аэропорту. Это можно посмотреть. Ну, это, кстати, душная предъява, как мы теперь все понимаем с этими масками. Но с другой стороны, одень ты эту маску, потом сними. Это какая-то мерзкая. Мне кажется, она уже не нравится менту. Знаете, бывает такое, что человек уже за первые пять секунд кажется каким-то мерзким. Прям хочется... Чтобы он не был таким мерзким. Я вообще, кстати, не уверен, что это девушка. По-моему, это Эрза Миллер, знаменитый голливудский актер, который играл в Flash. Чему они всегда ищут поддержки у аудитории. Мне кажется, ни один человек никогда не будет поддерживать что-то подобное. Все хотят просто улететь и поскорее. Они скорее поддержат ментов, чтобы они скорее ее запаковали и вытушили. Блин, она заплакала. Какой ребенок. Пятилетий. Мей. Ну, кстати, он действительно без маски. И они ее обманули. Левый коп сказал, что выведет ее просто документы проверить. Представьте, когда вы на уровне пятилетнего и вас обманывают. Это же прям, ну... Я помню, в детстве каждый обман казался чем-то просто обидным. Зачем? Меня же учат честность. Но не купили Сегу за пятерку в четверти. Чего, блядь? Она еще и запала на офицер, который ее вязал. Может, поэтому она ему и поверила? Не очень понимаю. Но мне бы было страшно, если честно, такую вязать. 120-килограммовая Лана Дель Рей. Вот что нам нужно, я считаю. Блин, я бы в Америке не стал взятку давать. Говорят, они там вообще не берут. Так, погодите, а что не так? Кто умеет водить? Не вижу ничего предрассудительного. Продолжение следует... Блин, он свой... Прикиньте, стоит такой рядом и терпит, смотрит, как его бухую красотку увяжут. Вяжут его жасмин-принцесс. Ты в эти игры не играю? Охуенно. Блин, зачем такой... Такие женщины с такой фигурой, такой прикид носит. Обтягивающий, блядь, кожаные штаны. Тут тоже есть какой-то любовный треугольник, он ее специально вяжет на глазах сотрудника, так что... Она даже не сопротивлялась, по факту. Она просто тупила в буховом состоянии. Ребенка уже забрали в новую семью. Теперь она... А, это бабушка, слава богу. Это похоже на воздушный шар. Блядь, она... Она еще негативит, потому что у нее парень, полицейский, она нам думает, что отмажет. Ее в натуре зовут Жасмин. Хуеть! Я не слышал этого, я так прикололся. Блядь, 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 блядь. Блядь, вот прикиньте полицейским, американским показать, как у нас, блядь, дубинками просто замешивают, там, в машину посадили и хуярят там, что... Эти до сих пор нежны, на самом деле. Случай, что она на них кидалась, там, пихала их ногами, блядь. Какими дубинками у нас пылинки сдувают и нянчатся до последнего, дубинки были в нулевых и девяностых. Ну, в целом, наверное. Ну, это опять 50 на 50, это от настроения зависит. Ну, в целом, да. Кстати, последние 3 или 4 задержания, в которых я участвовал с моим участием, скажем так, были довольно вежливы. Причем, один раз я... Вот хорошо, там не было камеры. То, что вы, блин, просто обосрались с моего поведения. Я был ужасен. Наверное, сейчас все достаточно вежливо. Ну, если учесть, что не избили, даже Виджи Линк, который, типа, кепку примерял. Слева ее мух. А-а-а. А, да, это он, реально. Мы его вначале показали. А ребенок тоже его интересен. Но заметьте, именно он вставляет ей палку в рот. Ноль. Пожалуйста, Виктор. Мы все равно нужны второй тест, before we can figure everything out. Малютка Виктор. Пожалуйста. Четыре с половиной раза больше разрешенного. Опасный уровень. Больше 0,30. Это возможная кома. Чудо, что она в сознании. Слушайте. Ну, разве мы не должны порадоваться за чудо в такой ситуации? Типа, блин, это ж реально. Она намного трезвее выглядит, чем бабка, которая две Маргариты всадила по ее словам, как мне кажется. Это прям, типа, Виктор, мне кажется, бой-бабу выбрал. Не каждый выживет, мне кажется, в такой ситуации. А это еще ребенка везла, вы прикиньте. Хорошая мать, получается. Типа, не бросила ребенка где-то там в школе. Не-э, ну если бы с Виктором не было бы 5 минутов с камерами, я думаю, он бы ее домой отвез. Как мне? Последний раз, да мне как-то нудак укусил. Толчки кабака за шею. Ну, он пьяный был, а я еще, наверное, тоже, ну, не трезвый. Забейте, короче, еще сейчас. Так, они все какими-то грустными выглядят, но наверняка там есть дикий угар, потому что я и не такое видел. Я видел, как привезли бухую бабу в отделение, но я этого видео не смог найти перед стримом. Прикиньте, в Америке привезли бухую бабу в отделение, оставили в предбаннике обезьянника и все ушли. И знаете что? Ей стало грустно и скучно, она достала ствол и начала стрелять просто в стены. Это не шутка. Во. Это уже с экшеном, чуваки. Почему они все похожи на Бритни Спирс? Такое ощущение, что эта внешность как-то влияет на поведение. Они либо толстые, либо похожи на Бритни Спирс. Хорошо. Вы не можете паркнуть в центре кросса, потому что если люди пытаются тренировать, то, конечно, они не могут путь через мою машину, да? Это имеет значение. Когда вы пришли к кафедролу, ты помнишь, когда вы начинали тренировать на левую? Да. И вы почти встали на машину? Да. Хорошо. Жесть, она ее грузит. Интересно, она в натуре работает в такси? На этой плачке. Без приложения, без сего. Не лифт этот, это не лифт, который это, типа, аналог нашего такси. Убер, там. Яндекс. Блядь, она пристегивается. Чувак, обрати внимание, люди, которые собираются содействовать, вряд ли станут пристегиваться. Я сказал, can you bear with me? I don't even say anything. I don't even say anything. It's the light. It's just my light. I don't know, but it's a little invasive. It's not invasive. Да, фонарик. Ну, кстати, мне было бы неприятностям. Мне было бы... Это вот типичная ментовская провокация. И она не стала это терпеть. Она сказала, хватит это терпеть. Полицейская погоня, это то, что нам нужно сегодня. 70 в 20-ти мильный. Это, типа, где 40 можно, а нахуерила 140. Чуть не сбил дух пешеходов. Два старых ребёнка. А, двухлетний ребёнок, прошу прощения. Двухлетний ребёнок. Ну ладно, это отмазан. Я хороший человек. Но я бы отпустил, честно вам скажу. Я считаю, пусть идёт. Типа, двухлетний ребёнок и хороший человек. Как бы против того, что она удрала от мента. Перевешивает, я считаю. Напугали, малюка, бедняга. Я в этой истории больше охуел от того, что... Но она не зря пристегнулась. Я бы... Вы когда увидите, блядь, чё с машиной произошло. И с тем, где она остановилась, так сказать, вы просто охуеете. Мне нравится этот диалог. Смотри, у тебя машина горит. Я понимаю. Горит и горит. У них машины не стоят по 5 миллионов за китайское говно. Ну что, было и было. Это тоже аргумент. Типа, ну да, блядь, но что поделать. Мне кажется, даже мент в ахуе, просто полнейш. А прикиньте, каково людям, которые здесь живут в этом районе. Посмотрите, блядь, если бы это была праворульная машина. Просто представим теоретически, что это правый руль. Или то, что у неё, например, ребёнок сидит, её двухлетний на правом сидении. Его бы нахуй пробило этой деревяшкой просто насквозь. Мне её жалко. Мне кажется, она не безнадёжна. Она выглядит как, в общем-то, ну, человек, которому нужно просто немного... Немного вправить мозги. Смотрите, ребёнок вырос на полтора года. Повзрослел. Скуфеет. Ну, тут саглы, блин. Ну, чуваки, ну, а прикиньте, вот, ну, типа, можно, да, сказать, что она скуфела, но вы прикиньте, её где-то килограммов на 20 помоложе. Мне кажется, это была очень симпатичная женщина. Это айфон, андроид? Это айфон. Блин, у неё на телефоне фотографии её и её дочери. Она любит свою дочь, которой два или три с половиной года. Нахуй она срыгнула, посидел бы в визианике пару дней. Мне кажется, это здесь сразу две вещи встретились. Женская логика, паника и алкогольное опьянение. Возможно, её реально первый раз задержали менты, а она такая... Блядь, наверняка это суперхуёво, что я пьяная за рулём. Съебусь. Как-то так, ну... Я-то считаю, что эта ситуация закончилась хорошо. Так что она в натуре могла либо у людей убить, либо сама убийца. Это большой первый, да. Тем более, она хороший человек, у неё ребёнок, и это было в первый раз, и она just fuck up. То есть, просто, ну, обосралась, грубо говоря. Облажалась. Блядь, я помню, как меня в первый раз повязали в обезьянник. Мне уже было лет, наверное, 17 или 18. Когда я, ну, написал всю хуйню, там, типа, объяснительную ментам и всё остальное. Там приехал мой знакомый, который был ментом, и он, короче, сказал, чтобы меня выпустили. Так меня хотели в обезьяннике оставить на ночь, я вышел. Но мне сказали то, что мне на почту придёт штраф за то, что я был задержан в нетрезвом виде. И там будет написано то, что я провёл, ну, типа, отсидел там эти сутки, и меня с утра отпустили. На самом деле. Или нет, или такого. Ну, в любом случае, штраф должен был прийти на почту. Я так боялся, что мама увидит. Блядь, я каждый день приходил, проверял эту ёбаную почту. И именно в тот день, когда я решил забухать снова, блядь, этот ебучий штраф и пришёл. И мама такая, что ты делал, блядь, мусарник? Кто тебя там задержал? Что это такое? Что за штраф 150 рублей? Ну-ка, блядь, расскажи. Я говорю, мам, я больше никогда не буду пить, это злой полицейский. Мы просто сидели там, пиво-пили на улице. С тех пор я не пил. Мне стало стыдно. Ну, справедливости ради, на следующий подобный штраф мне было уже наплевать. Страшно было только, на самом деле, один раз. Вот когда... Ну, потому что я, в принципе, всегда знал, что меня отпустят с утра. Но так как с Сигалом мы, в общем-то, хулиганство устроили, я боялся. И нас куда-то повезли ещё ночью на освидетельствование. А нахера освидетельствование, если с утра отпустят? Я подумал, что нам сейчас реально предъявят хулиганство. Мы, блин, будем 15 суток сидеть. Я уже настроился реально, типа, на это. Потому что был уверен, что нихера не выпустят с утра, иначе зачем весь этот цирк был? Да, может, так и было. Просто с утра подписчик приехал, выпустил нас. Не знаю, типа, трудно сказать. Тоже непонятная ситуация была. Ну, ладно. Не, не со Стивеном, Сигалом. Сигалом народный артист России. С ним бы нас не задержали, к тому же он полицейский. Так, ну, мама тоже говорит, она просто приняла неправильное решение. Так, итог. Так, погодите, я... Это неправильный перевод. Сказали 13 тысяч. Миллион триста, то есть, по-нашему. 13 тысяч, 13 тысяч. Не 130, не 113. Ей десмиснули обвинения какие-то. Я по-английски не особо. Но попытку убежать от погони на повышенные скорости, нанесение ущерба персоне или собственности. Два обвинения и резистинг офицеру. Не признала себя виновной и потребовала сюда присяжных. Дело все еще открыто. Блять! А на что она надеется? Присяжным, мне кажется, достаточно показать это видео. Нахуй, они скажут вернуть все, блять, 8 обвинений. Пиздец. На соло бутлан. Понял. Красивое на фото. Ну, это ракурс решает, как говорится. Я тоже могу себя сфоткать красиво. Бля, это видео полностью смотреть не будем, но оно пиздец какое смешное именно в начале. Это, короче, задержание американского Сани Сигала, я бы сказал, или что-то в этом роде. Блять, какая же нелепая хуйня, просто зацените. Так, 19-летний пацан въебался в полицейскую машину, называется видео. Стоп, стоп, стоп! Блять, это Макс Ферстаппин, походу. Так, вот видео аварии, то есть он не просто врезался в светофор, он это сделал, типа, через полицейскую машину. Якоб Свалбах его зовут. Я, кстати, только вчера узнал, что знаменитый фокусник Дэвид Копперфильд еврей из Одессы. Блин, какой же, какой же американский коп вежливый, блять. После такой хуйни еще интересоваться в каком он состоянии. Я что-то не обращал внимания на правую сторону. Моя машина разъебана. Тут мой любимый момент, когда он их достает из машины. Это просто фуморы. А прикиньте, он бы успел дверь открыть и выйти. Чего-то он закачивается. Судя по глазам, не просто так, возможно, ковид. Макс Ферстаппин. Похож, похож. Мне еще нравится, что кореш сразу начинает этот тик-ток снимать. Извините, чувак. Я просто, блять, перестраивался, ехал домой, блять. Та босрался, блять. Ну, че бывает. Внимание, не обратил. Ну, он не пил и не курил. Ну, нет, косяк выкурил. Но три дня назад. Вы прикиньте, какой ебать ядреный этот косяк, если он до сих пор так кашляет. Это просто пиздец. Я этот кашель знаю, блять. Это нихуя не три дня назад было. В три минуты назад. Я еще могу поверить. Даже, блять, Влад Савельев охуил. Стоит просто нахуй. Машина в тоталь. Чебак, блять, она через дорогу от тебя стоит. Неужели ты сам не можешь оценить уровень ее повреждений? Видимо, у него нет ОСАГО, я так понимаю. Ты знаешь, от кашля я готик проходил. Там болотная трава. Такое ощущение, что на озвучку взяли именно этот самый кашля. Так что копу еще повезло, что... А что за машина, кстати, кто разбирается? На чем молодежь ездит, так сказать. Короче, мужикам, копам еще повезло, что у них никакой антикарен врезался. Это Веста. Короче, у вас мнения разделились большинство за ладу Веста. Так, но тут самая смешная эта история в чем? В их телефоне была найдена запись за несколько минут до аварии. И вот как она выглядела. Йоу. Тип, мы съебываем от копов, блядь, ебашем 220. Охуеть, мы объебанные как свинья. Это следующее видео. Сразу после этого. Блядь, есть какая-то ирония во всем происходящем? Так, дальше все жестче будет, но я надеюсь, дети уже ушли спать. Сначала посмотрим на пьяную 18-летнюю девочку по имени Аня. То есть не только толстухи иногда в угар впадают. Ну, я естественно осуждаю. Отключилась собственная машина. Скупатели скажут, что нашли ее споящие на заднем сидении и были обеспокоены ее благополучно. Она была припаркована, она спала на парковке. Мы готовы отвезти ее к нам домой. Идеальное предложение, блядь. Почему бы ментам просто не отдать ее этим двум темнокожим парням? Это классно. Вот мне нравится то, что в Америке есть люди, которые готовы помогать. Нести ответственность, понимаете? То есть у нас бы эту пьяную девку вообще никто даже и ментов бы не вызвал. Всем поебать. А здесь мало того, что вызвали копов, так еще и готовы отвезти ее к себе домой. Знаем, знают ли они они. Но они не уверены, что они ее знают, но готовы ее везти куда-то. Она, мне кажется, готова поехать. Это всяко лучше, чем с ментами. Ну, в общем, она даже не понимает, что предлагается, по-моему. А, не, стойте, блин. Мне показалось. Не, слушайте, это реально, походу, помочь решили, потому что здесь, по всей видимости, чувака и его тянка. Я думал, это просто два чувака угорают. Не, Влад, беру свои слова назад. Я просто испорчен, видимо, слишком России. Она бы, у нас бы она уже на кирпичном заводе была, блядь, после такого. Никто бы даже и ментов не вызвал. Она застряла, посмотрим. Вроде как нет. Не-е-е. Ну что, и она пьяная? Блин, а меня бы тоже бесило, что дверь открыта. Я идеалист. В общем, просит у нее айдишник и говорит, что его можно найти с открытой дверью. Но ей это не нравится. Блядь, закрыл бы дверь, куда она денется. Она что-то прятала, говорят. Вы это заметили, да? Ну она не пила, не употребляла, в принципе. По ее словам. Говорит, что ей надо глаза закрыть. Потому что я не слышу свою айди. Не слышь. Чего? Не слышь их? Не слышь своих глаз? Нет, не слышь свою айди. Тебе не надо слышать свою айди, чтобы найти его. Мне не нужно слышать свою айди, просто нужно знать, что оно там. Окей. Слушай, я думаю, что она просто синяя. Кстати, вот диабетик. Возможно, она, типа, просто у нее инсулиновая кома. Она примерно так и выглядит. Ну, состояние перед этим. Нихуя себе. Это неожиданно. Он, мне кажется, шапешил. Мы не уважаем копов. Это вообще какой-то тоже. Эти тоже бухие стоят, затирают какую-то ерунду, блядь. Почему? Можно мы закрывать мою дверь, пожалуйста? Кстати, у нее классные стрелочки. Я не закрываю твою дверь. Да, я 100% уверена, что я хочу закрывать мою дверь, пожалуйста. Дрова продают у магазина. Нихуя себе в натуре посмотреть. Интересно, что за человек на это обратил внимание в чате. Почему это его удивило? Дрова, в принципе, нормальная вещь. Она тоже в дрова, если вы понимаете, о чем я. Блядь, коп вообще уже просто нихуя не делает. Его обиделось, что она его сукой называла. Теперь она же зовет маму. Или кого? Эмму. Блядь. Во всем виновата Эмма, блядь. И она ее бросила в этой трудной ситуации. Это меня, кстати, всегда бесит, когда ты очнулся нахуй в какой-нибудь обоссанной, в каком-нибудь парке рядом с каким-то деревом, блядь. А начинали пьянку в пятером. Вот где все, блядь? Какого хуя ты оказался в этой ситуации? Почему никто не посадил тебя в машину, блядь? Я вот всегда, если я самый трезвый, убеждаюсь, что каждый сел в машину, блядь, таксисту объясняешь, чувак бухой, сразу, типа, будешь его везти или нет, сразу говори, там, я, типа, доплачу тысячу. И так далее, там. Ну, чтобы человек до дома добрался. Хотя бывали случаи, один мудак умудрился доехать, выйти из такси, и все равно где-то загулять, нахуй, на неделю. Но он был бурятом, на них плохо влияет алкоголь, примерно так. Он и ей не нравится. Кстати, непонятно, почему они отказываются искать ее сестру. Если она где-то здесь. Так, ну ладно, коп надоел, видимо. Второе оскорбление он уже не выдерзал. Нет, нет, она не говорила про Донбасс, она говорила Донбасс, типа, Дамп-Эс. Это другое. Но, кстати, она выглядит довольно русское имя, у нее Анна. А сестра Эмма. Могут ли они быть? Наши. Ну, это я считаю, мент виноват. Он как будто, блядь, вообще не понимает, чем умеет дело. Ну, типа, что это за хуйня? Он пытался быть вежливым, но, бля, Бухому такая вежливость только поперек горла. Че он доебался, блядь? Ну, типа, нихуя себе. Вы видите, в каком состоянии тот фургон находится? Такой, наверное, даже Мурба не купил. Там все сгнило. Начинается опять пинание офицеров. Кстати, теперь объявят... Ну, предъявят за это, но по факту, блин, ну, нельзя человека в таком состоянии обвинять в том, что он кого-то пинал. Это ее стандартная... Вот если бы я был адвокатом, я бы сказал, что у него были пьяные судороги. Мне кажется, Скуфу нравится ее запихивать в машину, посорить на него. Как будто максимально к ней прижался. Ну, блин, еще одного пнула. Ну, не, ну тут 100% в коп виноват. Я думаю, никто спорить не будет. Я понимаю, что в Америке, скорее всего, нет вотрезвителей, типа, и все такое. Но надо было ее как-то упаковывать именно с этим настроением, типа, давай... Вот как я бы поступил, блядь, будучи копом в такой ситуации? Ну, блин, стопудово мне потом пришлось 100 лет в тюрьме сидеть, блядь, и 150, нахуй, обвинений в том, что я пытался ее трахнуть. Но я бы просто, блядь, попробовал ее отвезти, нахуй, к ней домой, каким-то образом узнав адрес там, типа. Хотя, может, он это и хотел сделать, хер его знает. Он же не просто такой ID спрашивал. Может, он пробил бы по компьютеру и отвез бы ее. Но в таком случае надо было объяснить свои намерения. Хотя, блин, она стопудово бы не поехала с копом, она, скорее, с этими чуваками бы поехала. Блин, не знаю, это тяжелая ситуация. Мне кажется, он загрузил ее слишком сильно. Блядь, это неожиданно. Слушайте, мне кажется, она сильно расстроилась. О, кукаяка, смотрите, сзади. Наверное, они не должны врачей вызвать? Смотри на этих коп, блин, особенно на эту. Мне кажется, они особо даже и не думают. Они даже не знают, что делать. Но ей есть ку-17. Ну, смотрите, вот, посмотрите на этого чувака, блин. Вот я даже думаю, что ее еще стригерил то, как он выглядит, типа. Вот эти усики, это вот все, вот это вот. Могут ли копы это выставлять на показ? Да думаю, да, блин. Ну, люди же снимают копов на камеру и потом говорят им, типа, блядь, незаконным не запрещено, значит, именно там не запрещено. Хотя я знаю довольно грустную историю. Недавно она отгремела в американских интернетах. На таком же канале выложили видео задержания телки, которая, назовем это, занималась сексом с самой собой на пляже. И там это заметила какая-то семейная пара с детьми. То есть они увидели, она где-то там в кустах лежала и что-то делала с собой. Вызвали ментов. Такая же запись. В итоге, ну, типа, эта запись там собрала 7 миллионов просмотров. Сейчас ее везде удалили. Но удалили ее потому, что эта девка не вывезла позора и просто убила себя. А фишка в том, что, ну, она просто не даже, ну, насколько я понял, она даже не понимала, что ее видит. То есть кто-то там увидел где-то, откуда-то. То есть, ну, грустная история. Очень больно. Видно, что она ударила его по яйцам, он прям загибается теперь стоит. Такая игра на камеру, конечно, блядь. Love Enforcement. Не, ну тут я не на стороне ментов, но они как-то агрессивные какие-то, понимаете? Они пытались быть вежливыми, но это какая-то вежливость с подъебкой была. И пьяная Аня. Я ее дефу не потому, что она симпатяшка, а потому, что мне кажется, что что-то не то. Ебать, они ее нашли в базе ментовской, она уже там в тюремной робе. Уже 17 лет. Ладно, я беру свои слова назад. Похоже, она действительно ебнутая. Ладно, я ее дефу, потому что она симпатичная. Забейте, она мне адекватит. Но офицер куча тоже не выглядит надежным человеком. Ребят, пропали слишком жесть. Я выбрал максимально лайтовые видосы. Я случайно вообще попал на эти видосы. Мне в Related'е вывело. Я, блин, целый день не мог оторваться, смотрел их. Вот теперь вам показываю избранное то, что, так сказать, на Твиче можно показать. Они серьезно... Куда они собираются это пихать, блядь? Чуваки, отвезите ее нахуй в отделение. Вы че, совсем еб удались, блядь? Вы серьезно думаете, что она дунет в трубочку, блядь? Это уже провокация. Ну, типа, реально. Не, ну это уже реально издевательство. Может, это и по протоколу, но... Мне кажется, это не прикольно. Этому человеку нужна помощь. Вот че он делает? Че... Вот что это? Стоп делай это! Ты сделаешь это лучше для себя. Открывай это! Она всех заебала. Ну да, я согласен, она и меня заебала. Анна Костецки. Все ясно, полячка. Блин, не знаю, почему я об этом рассказываю, но я знаю одного человека с фамилией Костецки. Это профессиональный гонщик суперкаров в австралийских, который в Носкаре выступает. И он меня в iRacing один раз выбил, блядь. Когда он был круговым, а я ехал на победу. Если это его родственница, то все это меняет цвет, так сказать. Вы слышали эту хуйню, кстати, от мента? Когда он рассказывает эту историю, он такой, типа, ну, она пьяненькая. Ну, а, я понял, он сказал, она моего офицера одного ударила по... Ну, вы поняли. Но это никого что-то не развеселило. Особенно Соколову из Уральских пельменей. Он там справа стоит, вообще не по кайфу ему. Блядь, они ее и здесь еще пять минут достают. Ёбаный рот, блядь. Ее можно как сирену использовать в тачке, зато. Ну, короче, я думаю, все нормально с ней будет. Малютку никто сильно напрягать не будет. Расскажу про еще одно видео. Мы его смотреть не будем, но оно меня удивило. Оно просто неинтересное. Короче, остановили бабу на дороге. Обычный досмотр идет. А остановили ее за то, что она, типа, своровала лего из магазина. И коп нашел у нее на заднем сидении бомбу, начиненную подшипниками, всякими болтами и так далее. В общем, ну, прикиньте, ахуй мента. То есть он, как бы, остановил просто. А там бомба, блядь. Она говорит, это бомба моего парня. Типа, я даже не знаю, что это такое. В общем, оказалось, что ее парень, тиктокер, он снимает взрывы арбузов. Это не шутка, блядь. Он снимает, ну, то есть, обкладывает бомбы, созданные с пиротехники арбузами, и взрывает в замедленном повторе. И этому есть пруфы. У него мало подписчиков, но он действительно этим занимается. И это и реально была его бомба, блядь. Но теперь им обоим там светит. Ей, по-моему, лет 15 за перевозку бомбы, а ему 30 за ее создание. В общем, мнения в Америке разделились, типа, блядь. Стоит ли их сажать, или все-таки нахуй на них забить. Так, ладно, вот это еще хорошее. Тем более, тяночка тоже. Ничего такое. Короче, машина без колеса, чтобы вы понимали, едет по дороге. Кстати, какая-то дорогая тачка. Rolls-Royce, что ли, что ли? Самара, пацаны. С бутылочкой Budweiser. Это Крайстер. А, да-да. Она хочет проверить отсутствие колеса, блядь, она ехала и не понимала этого. Это машина парня моей матери. Годите, я так понял, ее защита состоит в том, что ей уже дали такую машину. Считаю, надо оправдать. Это как, знаете, когда Мурк дает вам BMW, а у нее, блядь, нету колеса. Видите, никаких шумов, ничего. Все было нормально. Ну, что-то типа маленькие какие-то металлические. Так, ваши ставки, она пьяная или нет, чат? Как вы считаете? Нет, 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 да. Большинство все-таки думают, что... Ну, у нее какой-то располагающий, знаете, к себе, тоже вид такой. Она похожа и одновременно и на Сашу Спилберг. На какую-то такую, знаете, сама родница. Так, короче, переведу. Она даже шутить может в таком состоянии. Она говорит, тебя искры хуярили из-под колеса отвалившегося. Она говорит, искры, это нехорошо, если только не на 4 июля. Это день независимости в Америке. Ну, там видно, ну, посмотрите на этого копа. Ну, опять какая-то свинья докопалась до несчастного ангела. Может быть, будет. По поводу маргинала, я, короче, теперь into, как сказать, into the meme. Я просто каждый раз теперь угораю, когда смотрю, как, ну, типа, маргинал плачет над очередным заявлением. Причем обычно это Алина Рин. Она то, там, поддержит Донбасс, то еще что-нибудь. И каждый раз маргинал начинает в дикую истерику впадать. Бля-а-а. Смешно. Там реально очень много на Ютубе таких видео. Даже можно эту вырезку сделать и сделать, как будто, типа, маргинал начинает плакать из-за того, что я сказал, что это смешно. Ну, я как бы, если что, ну, не хочу негативить на маргинал, хотя мы все знаем, что он сейчас делает. А, ну, в прошлом году снова приняли уже за хранение амфетамина. Да я уже видел, бля-ть, там достаточно 15 секунд этого видео, чтобы понять, что она в больших проблемах. Исключить, что ее друзьям-мексиканцам 45, бля-ть, с которыми она везла. Это там фитамин, это пиздец. Очень жалко, бля-ть. Нет, ну, какого он? Вообще, в принципе, почему ее нам надо жалеть? То есть, человек сам выбирает свою судьбу всегда. По большому счету. Посмотрим, что будет с Самарой. Бля-ть, тяжело. Это явно пьяное поведение, чуваки. Она за пивком мотнулась просто. Пивку она купила, кстати, остается порадоваться за нее. И она прямо сейчас пьет. Прячет, прячет пивку. Ведь именно сейчас это ей поможет. Бля-ть. Так, есть ли еще те, кто считает, что она трезвая, ребят? Я вот, кстати, честно вам признаюсь, я никогда не водил пьяным, но сейчас я вообще перестал это делать полностью. Уже 3 или 4 года как в таком состоянии. Я это и не делал никогда, но сейчас для меня это табу. Достаточно один раз попасть пьяным в передрагу, чтобы дойти до этого своей головой. Она похожа на сына Тони Сопрано. Согласен. Пиздец. Я не понимаю смысла этого теста в этой ситуации. Ну зачем? Ну серьезно. Она же сейчас упадет из-за этого теста. Да, ветер ее качает. Тому чуваку бы встать зад нее, чтобы поймать ее, когда она завалится. Потому что если он ее еще вверх поднимет, она упадет. Ну, с другой стороны, у нее нормальный центр тяжести, но шанс падения очень высок. Я переживаю. Блядь, мне кажется, я опьянею, глядя на нее. Она как будто умеет ушатать своим состоянием. Это глумб какой-то. Даже я бы трезвый, блин, не справился. Но это же вообще кошмар. Посмотрите на нее. Она выпила весь цикоримский мед. Будучи двором. Шансов ноль. В принципе, идет. 5, 6, 7, 8, 9. Как американцы по луне. Тут как бы, ну, тяжело. Ботинки хуевые, блядь, еще. К тому же, они не подходят для ходьбы. Это очевидно. О, боже, на одной ноге. Да ты, чувак, она на двух не стоит. Ну, зачем тебе нужно... Она упадет своей 140-сантиметровой высоты, убьется. Ну, прекращай. Изверг. Больной человек. Жгун какой-то уже идет. Ну, просто интересно, сможет ли она стоять, наверное. А, она левша. Все, понял. Бля, она, кстати, неплохо. Знаете, для такого состояния она может и пошутить и придумать какую-то епта-отмазу даже, блядь. Нормально, нормально. Блядь, она вдыхает. Нас хорошо сосет, блядь. Парень, наверное, просто... Блядь! Видели? Его реакцию, он за голову схватился. Он не в кадре, но он просто охуел, когда увидел. Блядь, ебать, она разворотила, блядь, крыло. О, ебаный рот, блядь. 0,19, блядь. Вы помните, Жасмин? У нее было 0,36, блядь. В два раза больше, чем в этой, нахуй. И она могла говорить, блядь. Это удивительно. Теперь, действительно, вернувшись на несколько видео назад, мне кажется, что мы видели чудо, блядь. Вы вообще можете представить, если это 0,19, что такое 0,36, блядь? Копрыжий какой-то, ему нельзя доверять. Докопался до тянки. Ну, ехал без колеса, ехал, блядь. Пивка решил попить. Уже почти приехал, тем более. Все только начинается. Ребята, если вы думаете, что она такая миролюбивая и пьяная, все только начинается. Уже кто-то, нахуй, идет. Она молодец. Перешла с наркоты на алкоголь. Это большой шаг, я считаю. Слушайте, она нас киреет. Сняла наручники. Нифига сяк, как это? Она уже совсем недовольная, смотрите. Бойфен, кстати, рядом был, но похоже, блядь, он до сих пор бахуй, как она его машину засадила. Он уже, мне кажется, не особо расширен с ней встречается. Возможно, они расстались, а она еще просто не знает об этом. Коп специально время тянет с другой стороны. Уже давно я куда-нибудь отвез. Он стоит, что-то дрочит, компьютер, блядь. Вороблок сыграет, блядь. Вот это, типа, знаете, вала ебет, блядь, а когда ты пьяный, тебе хочется поскорее. Тебе кажется, что надо... Я ее понимаю. Чем больше венца я с этим бахнул с белой кружки, тем сильнее я ее понимаю. Мне тоже хочется уже ебнуть по его машине, чтобы он начал хоть что-то делать, блядь. Какой-то блокнот достал за корючку, написал. Ну что это за клоунады? Согласен, у них нет жизни. Они мешают. Блядь, я бы ебал, разбился в такую хуйню, это пиздец. Типа, она спросила, есть ли у тебя семья? Она говорит, да. Ребенок, он говорит, нет. То есть у тебя просто сука есть. Ну это прям некрасиво. Я перестал быть на ее стороне. Она опять сука вмудрилась ебаться. Опять как-то развязалась. Блядь, а так все хорошо начиналось. Ей бы фокус показывать, я согласен. Ладно, вот, короче, они ее довезли. Девушки отдыхают. Ну, типа серьезно. 90 дней, блядь, 3 месяца на зоне. Вообще-то жестко, мне кажется.